Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 145. Игнатий Тихонович, как поступать с мужем, если он пьет, курит, бронит матерно, неверующий и не отходит от телевизора? Ответ Игнатия Лапкина. О такой жене, кротко все переносящей, можно сказать, мученица. Как образец, почаще вспоминайте святую Монику, мать блаженного Августина, и просите у Бога сил подражать ей. У нее муж был очень крутой и дрочливый, как и у многих из ее подруг. Побитые и уничиженные после получки и аванса с фингалами под глазами, ее подруги удивленно смотрели на нее, всегда аккуратно одетую, чистую и веселую. Не видя на ней следов субботнего воспитания в кавычках мужа, и спрашивали, как ей удается обходиться без синяков при зверонравном характере ее благоверного. Любовью и кротостью, отвечала она, смирением и послушанием. Прочтите небольшую повесть «Судьба человека» М.А. Шолохова о рядовом советском гражданине Соколове. Он возвращался домой с работы иногда и на первой скорости, в кавычках, так что и улицы не хватало. Но жена его, Ирина, ни разу не попрекнула его, как он говорит, «зная я таких шалав», в кавычках. «Да поступи она со мной иначе, и я бы, как Бог свят, завтра снова бы напился в дымину, а так утром я не смел глаза поднять от стола». Примеры правильного, неэмансипированного поведения женщин наполняют страницы житий святых. Читайте чудные повести о послушных женах. 1 Петра, 3 глава, с 1 по 7 стих. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Первая к Тимофею, вторая глава, одиннадцатый, двенадцатый стих. «Жена, да учится в безмолвии, со всякую покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ни о каком разводе с плохим мужем не может быть и речи». Эфесианам, пятая глава, с 22 по 32 стихи. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же и Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Апостол повелевает слушаться и быть в повиновении не только у хорошего мужа, и не ставить никаких других условий, и не нужно своими комментариями устранять прямое повеление послушания. Муж есть глава, основной компьютерный центр, а она тело. Мудрые, в кавычках, жены, даже и здесь пытаются мудрить, говоря, если я тело, то шея относится к телу, и куда шея повернет, туда и голова. Да, самое опасное в том, что этому пьянице, если она с ним венчана и брак законный, она должна повиноваться и в ложе. Будут рождаться дети-недоумки, дебилы и олигофрены. Нельзя этого и вообразить, но и здесь она должна положиться на волю Божию. Иногда о таких мужьях жены молились, и Бог устранял их. Как святая Анастасия Уза-решительница, и они получали свободу, как святая Олимпиада, но нужно молиться об обращении мужа, а не о его смерти, добавляя, да будет воля твоя. Но в послушании положен предел. Когда требование мужа побуждает к нарушению заповеди Божией, тогда не покоряйся, но если нужно, и умри. В нашей книге «К истинному православию» в главе о семье подробно об этом написано, а также в книге «Симфония на жития святых». Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.